Всем доброго времени суток! С вами Саня от Машика, и сегодня у меня для вас новости на 28 число 7 месяца 2020 года. Имеется очень даже интересный инфа у нас на этот раз, но начнём с малого. Были объявлены дропы для стримов сообщества этой недели. На этот раз раздают обычную форму, форму ауры, гравимаг и 500 дукатов. Расписание при этом такое же, как и всегда. Интересно то, что в посте имеется некая связь между сердцем Деймоса и человеком в стене, который призрак бездны. Также разработчики думают над тем, чтобы добавить таймер для начала таких стримов в мобильное приложение, что было бы неплохо. Далее у нас имеется инфа с 4chan. Например, очень даже неплохой образ ночной норы был запечатлён. Всё-таки интересно, что она является неплохо проработанным персонажем, хотя всё время только её губы показывают. В отличие от той же Лотос, когда наступило её отступничество. Ещё есть одна любопытная ситуация, связанная с модерацией внутри игры. Как оказалось, ваш аккаунт могут забанить даже за упоминание аутизма. При этом неважно, является это оскорблением или нет. В данном случае игрок говорил про Симметру, одного из персонажей игры Overwatch, причём сами Blizzard ранее подтвердили, что она действительно является аутистом. В общем, вот вам очередной пример того, что в рамках Варфа общение не по теме игры нужно сводить к минимуму, иначе можете распрощаться с аккаунтом навсегда. Зато есть хорошая инфа для консольщиков. Как и ожидалось, стальной путь прошёл проверку, потому обнову вам запустят уже сегодня, около 18.00 по МСК. А вот дальше у нас идёт исключительно датамайн с 4chan'а, потому вы были предупреждены. Если вы помните, то некоторое время назад всплыли описания новых глифов, связанных с Танаконом. И теперь у нас имеется их полный набор, а также их изображение. Первый глиф слева относится к ночному циклу. Заточённый в постоянной битве, этот монстр влечёт тьму для Деймоса каждый день, жестокую пародию на ночь. Это изображение точно совпадает с одним из концептов заражённой микропланеты, что интересно. Затем у нас имеется правее новый глиф. Заказной защитный каркас, предназначенный для защиты высших функций Цефалона от повреждающих эффектов окружения. Сразу же мне вспомнилась задумка про квест Ордиса, где тот выходил за пределы корабля. Да и в целом любопытно, что можно будет взять Цефалонов на прогулку. В центре у нас имеется глиф Зеркало Бездны. Немногие отважились отправиться через зеркало, лишь некоторые до сих пор ведают о том, что они увидели по ту сторону. Далее у нас имеется ещё один новый глиф. Меха Энтрати являются одновременно инструментами войны и культурного выражения, имея хитро вырезанные детали вдоль каждой поверхности. Лишь один раз эти Энтрати всплывали в игре, причём совсем недавно. Это было упомянуто Парвасом Греномом в рамках квеста Протокол Тупик. Вроде как у Парваса получилось заложить основу всем спектрам, заполучив нечто у Энтрати. Причём Греном подчёркивает, что Энтрати хранили свои секреты достаточно долго. Пока что непонятно, кто такие эти Энтрати. То ли честь Оракин, то ли Дувири, то ли вообще иная фракция. Но похоже на то, что слово Энтрати связано с итальянским языком. Одним из возможных значений может являться фраза «Те, кто вошли». Быть может, что они прошли сквозь бездну или зеркало. Кто знает, но мех выглядит неплохо. И остался у нас последний глиф справа. «Заточённый в постоянной битве, этот заражённый зверь преобладает над небесами Деймоса днём». Эта тварь связана уже с дневным циклом Деймоса. Причём кажется мне, что тут даже можно лицо существа расглядеть. Дополнительно опять всплыл перечень новых ресурсов для Деймоса. Имеются обычные, необычные и редкие камни и руда. Причём камни могут быть огранёнными, а руда – очищенной. К тому же имеют место быть и некоторые сплавы. Давность этого перечня соответствует дате выхода «Стального пути». Напомню, что датамайны представляют собой неподтверждённую инфу, потому доверять инфе на все 100% не стоит. С другой стороны, данная инфа выглядит вполне себе правдоподобно, хотя мне всё ещё трудно представить себе сердце Деймоса как очередную открытую локацию. Так или иначе, до Тандакона осталось ждать уже недолго, потому скоро всё прояснится. Но на этом от меня всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!